Девушки отдыхают Ему пришлось пройти через все ужасы, которые принесла Вторая мировая война немецкому народу. Она помнит землянку, в которой шестилетним ребенком мерзла от холода. Отказ о принятии в пионерскую организацию и слезы. Родители Инны – поволжские немцы. Их депортировали в Среднюю Азию во время войны. Путь был долгий, в товарных вагонах, со многими остановками. На станциях, конечно, двери не открывались. Сопровождал конвой до самого места. А когда прибыли сюда, в Худжант, там нас пересадили на грузовые машины семьями. По несколько семей со всеми пожиткими повезли именно в Табашар. 28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о выселении. В нем советские немцы обвинялись в активной поддержке германских войск. Всего было переселено 800 тысяч человек. Более половины из них уже находились вольно или невольно в азиатской части Советского Союза. Мужчины от 15 до 60 лет и женщины призывались в трудовую армию, где с ними обращались как с предателями Родины. По рассказам бабушки моей, которая приехала сюда к нам в Табашар, в 1953-1954 году приехала, она осталась жива, она говорит, я осталась жива в этом лагере только благодаря тому, что я работала в столовой. Утром выходили штабеля мороженых трупов, заставляли людей живых переносить эти трупы к сапору, к колючей проволоке выразились. Вот, ведь подвиг работали, на лесоповале работали, что они сделали, да, как они помогали, в общем-то, своей стране. В 40-х годах на территории Сахдийской области создавали производство по добыче и обогащению радиоактивной руды. Уран, добытый в Чикаловске, использовали для создания первой атомной бомбы в СССР. В те годы город начинался с бараков. Сначала здесь был временный рабочий поселок. Работы вели немецкие военнопленные под руководством советских специалистов. После военной годы о немцах в Советском Союзе говорить не любили. Редко можно было услышать немецкую речь. Только близкие знают, что отец Натальи – так называемый враг народа. Когда мир праздновал победу, Петр Цеп ехал в фильтрационный лагерь. Тогда он не знал, что ПФЛ, то есть прошедший фильтрационный лагерь, на долгие годы станет для него вторым именем. Был такой лагерь и в Чикаловске. Мама работала на стройке, и на стройке они познакомились. В общем, они здесь наш Чикаловск строили. Ну, конечно, она скрывала то, что он был СССР. Ну и потом, когда я стала собираться, собирать документы в Германию, и хотела выехать. И, в общем, я стала везде интересоваться, писать. И вот с душами мне прислали вот эту бумагу. Цеп Петр Иванович, 1913 года рождения, уроженец Одесской области, Березовского района. Село Черногорка в период с 1940 по 1944 год проживал на временно оккупированной территории, в общем, немецкими войсками территории, по месту рождения. На службе в немецкой армии находился по день капитуляции Германии 9 мая 1945 года. Это православное кладбище в городе Чикаловске. Здесь хоронили и немцев. Огромное число трудоармейцев погибли в лагерях на тяжких принудительных работах за колючей проволокой. Саратовские немцы, эвакуированные из Поволжья, они здесь зацепились, они очень долго жили, потому что переезжать туда снова на свою историческую родину уже никакого смысла не было. Они здесь уже постарели, осели здесь. А вот немцы западные, ну, ФРГ, так скажем, ну, их тяга к родине, историческую родину. Но они вынуждены здесь оказались. Юрий Васильевич часто приходит на кладбище. Он обходит могилы родных и тех, с кем связана история Чикаловска. Родственники этих немцев давно уехали с Таджикистана и навещать усопших некому. Табашар на севере Таджикистана напоминает скорее европейский городок, чем центральный азиатский. Повсюду дома с башенками и флюгерами. Все здания построены из камня. Это редкость для местной архитектуры. В годы Великой Отечественной войны здесь работали военнопленные немцы. Они и построили маленькую Германию в сердце Азии. На картах Советского Союза город под названием Табашар с населением в 20 тысяч человек никогда не обозначался. Он был сверхсекретным. Сам Берия руководил началом разработки урана, который добывался военнопленными. Сначала поселка закрытого типа, а потом и город работал на атомную промышленность. Сергей Васильевич еще в 30-е годы попал в Среднюю Азию. Из России уехал во время страшного голода. В середине 40-х годов фронтовики, едва снявшие шинели, закладывали новый город. Строили вместе с военнопленными немцами дома и дороги. Здесь был кишлочок маленький. Вот в этом кишлочке мы в кибитках жили. А затем началась, как геологическая партия, начало ходить, как мы дети. Они стали объяснять, что здесь находится руда, которая будет нам нужна для победы в Германии. История города интересная и трагичная. На рудники присылали русских немцев из Сибири и Поволжья. На костях политических заключенных развивалась атомная промышленность. Многие из ссыльных после войны таки остались в Табашаре. Сергею Васильевичу редко удается выходить в город. Года и здоровье не тем. Но каждый раз он приходит к памятнику героям Великой Отечественной. Хотя в начале войны Сергей Наумов и немцы были по разной стороны фронта, ветеран отзывается о бывших противниках с уважением. Гитлер забрал их, когда забрал нашу местность, их забрал с собой. И там кто попал в СССР, кто просто для доставки боевых снарядов туда-сюда, патронов, вот стали у них такими людьми. Но кто был в плену, и наше почему-то правительство определило то, что, мол, надо было бы не там воевать, а на нашей стороне переходить, то есть стремиться уйти оттуда. Но ведь это не всегда возможно было. Сегодня в Табашаре и в его окрестностях проживает около 10 тысяч человек. Большинство жителей уранового города после распада СССР выхали из Таджикистана. Теперь тут вместо немцев живем мы, узбеки. Они все уехали, никого нет уже. Дома очень красивые. Летом прохладно, зимой тепло. Табашар – красивый город. Спасибо немцам, которые построили его. Я горжусь, что живу тут. О военнопленных немцев в СССР говорили и писали очень мало. Вторая мировая война у этих людей отобрала даже прошлое. Последние военнопленные покинули Таджикистан примерно в 1963 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова